Итак, это обзор российского рынка, а также всех новостных событий на внешних рынках с 23 по 27 марта. Начнем, пожалуй, с основных событий новостных. Первый момент. Италия закрывает все производство, кроме самого необходимого. По словам примера, это самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны. Россия вызвалась помочь Италии. Минобороны направят мобильные бригады военных медиков, средства дезинфекции и медицинское оборудование. Второй момент. В Италии призывают отменить санкции против России на фоне пандемии. Третий момент. Парламент Германии требует снять санкции с РФ на фоне лютых издержек в связи с коронавирусом. Короче говоря, в плане отношений между Россией и РФ мы приходим к одному, только выводу. Санкции, вероятнее всего, в скором времени снимут. Как говорится, нынешняя ситуация сплочает Европу и Россию в их взаимопониманиях. В то время как США, главный амбал, от Европы уже отвернулся. Далее по тому же самому коронавирусу. Губернатор одного из самых богатых штатов США, Калифорния, Гэвин Ньюсом, объявил в четверг, 19 марта, о приказе вести по всему штату особый режим. Его называть не карантин, а нахождение по данным. То есть это фактическое военное положение в штате Калифорния. Иными словами, сейчас, исходя уже из реалий новой рецессии мировой 2020 года, я могу сказать только одно. Что потреб-сектор в США страдает. Логистика страдает. Все страдает. Скоро будут еще раз отчеты за первый квартал 2020 года. В связи с тем, что Китай стоял месяц закрытый в феврале. Закрытый ото всех на фоне карантина от коронавируса. То и отчет у этих компаний американских будет не самый лучший. На фоне чего, я могу вам сказать только следующее. Что американский ВВП упадет в отрицательное его значение. Иными словами, если сейчас рецессия фактическая, то в скором времени будет рецессия уже формальная. И вот тоже прогноз ВВП США от Goldman Sachs. И из данной организации ожидается V-образное восстановление рынка, как в 2008 году. Ну то есть, в первом квартале 2020 года ВВП США будет в минус 6%. Во втором квартале минус 24%. В третьем квартале уже будет плюс 12% к ВВП. В четвертом квартале плюс 10% к ВВП. Я отмечу еще то, что сейчас рецессия в мире, она совершенно иного характера. Почему? Потому что сейчас рынки падают молниообразно, очень быстро и очень утонченно. Такого, например, не было никогда. Не в 2008-х, не в 2000-х, не в 90-х, не в 80-х, не в 70-х. То есть, основной триггер в виде коронавируса, он подействовал на сдувание пузыря на американском рынке. То же самое, к примеру, Boeing, который стоил 320 долларов за акцию, он сейчас стоит 95 долларов. То же самое, к примеру, Tesla, который стоил почти 1000 долларов за акцию, она стоит сейчас примерно 300-400 долларов. То есть, пузыри сдуваются радикально. Далее, что касается нефтяного рынка. Техас готов рассмотреть снижение добычи нефти на 10%, если Российская Федерация и Саудовская Аравия сделают то же самое. И знаете, вот в данной ситуации я бы, наверное, отметил следующее. Американцы, в первый момент, они задергались. Американцам невыгодно дешевая нефть. И я бы хотел напомнить еще раз одну важную вещь. Вот многие говорят там на форумах, инвестблогеры, что, мол, Россия виновата в том, что она сделала. Извините меня, если бы Россия даже бы согласилась на увеличение, сокращение добычи нефти, этот бы рынок заняли американцы с их продажем и стратегического запаса нефти. Нефть, цена на нефть, она пошла бы все равно ниже. Она бы не пошла бы прям ракетой вниз, соплей вниз. Она бы равномерно спускалась бы ниже, ниже, ниже. Почему? И сдержки экономические за коронавирусы имеются в мире. Второй момент. Предложение и спрос на нефтяном рынке, они радикальны между собой. То есть предложение сейчас просто радикально превысило спрос. На фоне чего, в связи даже с нынешним ситуацией и банальным рецессионным периодом в мировой экономике, нефть все равно бы ушла. Я еще раз говорю, когда нефть уходит вниз, прям на ее минимумы. Это просто фактическое окончание, как например в 2008 году, окончание одного экономического цикла с плавным переходом в другой. И обвинять во всем этом только одну страну нет никакого смысла. Почему? Потому что только недоумки это делают, которые дальше своего носа не видят. Далее. Председатель нефтяного регулятора США Райан Ситтон заявил, что ОПЕК пригласил его на заседание организации в июне. То есть в скором времени данная ситуация по нефти разрешится. Я напомню другое. То, что в апреле 2020 года саудиты собираются продавать радикально в рынок нефть. При этом сейчас Российская Федерация продает нефть за, по-моему, 20-25 долларов за бочку нефти. С учетом составляющей, негативной составляющей, которая будет в апреле, цена на нефть может уменьшиться. Снизится стоесть. И на этом фоне определенные издержки даже в российской экономике, они все равно имеют место быть. Далее. По поводу Центрального банка Российской Федерации. ЦБРФ оставил ставку без изменений. В принципе, то, о чем я говорил несколько видео назад, что они оставят ставку без изменения. Почему? Потому что повышать ставку при нынешней ситуации, это очень рисково. Понижать ее, пока страна наша к этому не готова. Поэтому лучше оставить все так, как имеется. На нуле. Ну, то есть в таком нейтралитете. Ставка там 6%, 6% этого достаточно. Далее. Заявки на пособия по безработице в США постепенно растут. На фоне нынешней ситуации с экономическими издержками коронавируса. То есть сейчас мы видим фактически, ну, даже уже формально то, что... В принципе, то, о чем я ранее говорил. Если до января был отголосок рецессии, и меня тоже многие спрашивают, стоит ли если в американский рынок покупать тот же самый Боинг. Я говорил, нет. Туда лезть сейчас вообще не стоит. Вот сейчас американский рынок все равно еще перегрет. Ему еще падает до отметки 1600-1800. Короче, диапазон 2000-1800. Самый адекватный. И чем ниже он упадет, тем будет лучше. И сейчас мы фактически видим то, что безработица начинает постепенно расти. Народ забился по домам в Штатах. Вот. Потреб-сектор страдает. Логистика страдает. Экономика страдает. Все. За первый квартал выход хреновый отчет. ВВП США уходит в нулевое. И даже в отрицательное значение, даже, скорее всего, в отрицательное сразу уйдет. И вот он, фактически, рецепт. То, о чем я говорил уже не первый месяц, не второй, не третий, а последние полгода, даже когда еще до канала у меня я блоги свои вел. На канале там одного там товарища, вы все сами его узнаете, на других там форумах. Те, кто читал меня в то время, я думаю, вы помните, о чем я говорил. Сейчас, нынешнее время, необходимо просто пережить. И подбирать российский рынок в первую очередь. Потому что в новом экономическом цикле, я еще раз говорю, он люто вырастет. На что, в принципе, я акцент большой и ставлю. Также индийские железные дороги отменяют все пассажирские поездки до 31 марта 2020 года. Ну и последняя новость. Саудовская Аравия прогнозирует дефицит бюджета в 9% от ВВП. Так что, саудиты тоже долго не будут продавать нефть за бесценок. Точнее, по минимальным ее ценам. Рано или поздно они все равно так же пойдут на какие-либо условия по договоренностям. Далее, по поводу РТС. РТС закрыл минувшую неделю на поддержке 924 пункта. Я еще раз говорю, в идеале РТС было бы шикарно увидеть на поддержке 500 пунктов. То есть, это поддержка кризиса 2008 года и 2014 годов в целом. Поэтому я лично скажу сразу, что я пользуюсь этой ситуацией и я равномерно выкупаю российский рынок. Потому что я еще раз скажу, что я понимаю, что в будущем экономическом цикле он вырастет. Почему он вырастет? Это, в первую очередь, сырьевой цикл будет у него новый. Восстановление нефти на... по ее ценообразованию. Второй момент будет приток иностранных инвесторов. Вот смотрите еще раз. 1998 по 2008 год был дикий приток инорезов на российский рынок. С 1998 по 2020 притока не было. То есть, по крайней мере, отток был инорезов до 2014, до 2016 года. Основной приток инорезов нам был виден в том году, в 2019. То есть, вот. Вот, в этом диапазоне. И в этот момент времени рос РГБИ, росли все голубые фишки российские. Почему? Потому что уже и рынок стал интересен для иностранных инвесторов. Интересен по доходности. И в первый момент... И в первую очередь, я убежал только в одном, то что доля инвестиций в развивающихся рынках, она будет в нынешнем десятилетии только расти. Но об этом я говорю уже последние полгода с момента создания канала. И доля на ММВБ тоже будет с этих инорезов. Поэтому и в новом экономическом цикле наш рынок, я думаю, покажет свои большие максимумы. По крайней мере, перебить отметку 2500 пунктов по РТС, я думаю, наш рынок сможет. Но для этого необходимо, уже, я считаю, сейчас равномерно подбирать позиции, что лично я и делаю. И в случае прихода РТС на 500, там, 400-500 пунктов, просто выкупать все российские акции, какие только есть. Все голубые фишки, все ликвидные голубые фишки. Но я сейчас озвучил лично только свою стратегию, а далее уже решать непосредственно только вам. Я в российский рынок верю, и я понимаю, что сейчас экономическая ситуация, она радикально, в таком позитивном формате отличается от ситуации с 2008 годом. Но в первую очередь, у нас не было такого радикального притока инореза, какой был с 1998 по 2008 год. Поэтому мы не выросли за минувшее десятилетие, за минувший экономический цикл. И мы сейчас просто находимся буквально еще на своем дне. Тем более, в самом РТС формируется такая формация, как треугольник на месячном графике и берет свое начало с 1998 года. И выход из треугольника, я полагаю, будет только вверх. Но опять же, вверх не сразу, не прямо завтра, а в перспективе ближайших год-два. И рост традиционно по техническому анализу на ширину данного треугольника. И у нас получается отметка 3000, как минимум. Как говорится, и технический анализ, и фундаментальный анализ на российском рынке, они взаимосвязаны. И один поддерживает другого. Далее индекс ММВБ. Идеальная поддержка у него находится на отметке 1800 пунктов. То есть, если отталкиваться от того, что в любую рецессию рынки падают, ну как минимум на 50-60%, то даже рынок МВБ, даже ему было бы классно прийти на 1500 пунктов. Даже на эту поддержку. 1300-1500. Чтобы завершить это все шквальное падение и начать новый устойчивый рост. При этом чистотехнически, если посмотреть, то вот проходит с 2014 года глобальная трендовая линия, которая берет свое начало на отметке 2200. 2200 ММВБ не пробил на минувшей неделе. Не пробил. То есть, и фактически мы остались в этом глобальном бычьем цикле. На российском рынке акций. Как долго это будет продолжаться, я сказать не могу. Но я понимаю то, что когда будут выходить первые отчеты по американским компаниям, за первый квартал, американский рынок имеет шанс вновь пошатнуться. Крайне сильно. И сейчас я напомню другое, то что основная цель центральных банков это не, как говорится, не разогнать рынки вновь, а удержать их от падения. От инерционного падения. Потому что если будут падать, грустно говоря, американские S&P 500, будут падать вообще все рынки. А это инерция уже, как снежный ком, который кайц-кайц-кайц-кайц, с оборот набирает, увеличится, потом в стену врезается и все труба ему. Поэтому непосредственно сама мировая рецессия только началась. Вот. И традиционно она продолжается до 8-10 месяцев. То есть мы 2 месяца уже прошли, начиная с середины января, когда тренд по рынкам развернулся. Ну, сколько осталось ждать еще, можете почитать сами. по крайней мере, исходя динамики по ценообразованию нефти, мы видим следующее, что нефть перебила свой минимум 2008 и 2016, ну, 14, 16-х годов даже так. Нефть зафиксировалась на поддержке 23,91, даже чуть повыше, 27,21, то есть там основная глобальная поддержка проходит 2003 года. Короче говоря, в чем заключается данная суть? Я еще раз скажу, что я убежал только в одном, что рано или поздно ситуация на нефтенном рынке, она увенчается успехом. Она завершится, вся эта вакханалия от саудитов, от американцев, от РФ. То есть какой-то общий консенсус данной ситуации они найдут между собой. На фоне чего нефть развернется насчет свой новый, как говорится, экономический цикл, рост. Но в связи с проблемой в мировой экономике из-за коронавируса, именно его экономическими издержками, не биологическими, а экономическими, биологически, то я скажу больше, что там люди умирают от болезни, там, например, Москве бабка умерла, сказали, что из-за коронавируса умерла. Не из-за коронавируса, а потом вскрытие, ее результатов вскрытие вскрыл, посмотрел, и сахарный диабет был, у бабки, и разрыв тромба. А сказали, коронавирус. И вот этой хренью сейчас манипулируют во всем мире, а толпа верит. Люди верят в это. И в итоге, сейчас, не знаю, каждый второй ходит этой маски, там, в повязке, не знаю, и думает, что их убережет. Да, господа и дама, не убережет. Почему? Потому что не от коронавируса умирают, а умирают из-за совокупности болезней, которые потом под эгидой коронавируса и выделяют. Пока вот такая ситуация. Но когда эта ситуация разрулится, и мир, и мировая экономика предусмотрена в более адекватном состоянии, по нефти тоже увидим новый бычий тренд. Оно бывает так всегда. В 2008 году кончился этот цикл. Ну и вот пришли мы опять на текущий момент времени на новые, скажем так, поддержки. Так что рано или поздно ситуация все равно увенчается своим итогом, и нефть продолжит свой рост. И это поддержка к российской экономике, российский рубль и весь российский фондовый рынок. Так как мы к нефти очень сильно привязаны. К сожалению, диверсификация в экономике за последние 20 лет так и не было осуществлено. Но, знаете, преимущество даже другое. В РФ очень сильно развиты несколько отраслей экономик. Это нефть, это газ, это бан, это финансы, это горнодобывающая компания. То есть реальный сектор экономики. В то время, когда в США очень сильно развивается цифровой сектор. А что может дать цифровой сектор для своего государства? Да ничего. Ничего. Надутый сектор. Вот сейчас не от этого и падают американцы. У нас, у нас рост нашего рынка, он обособленный факторами определенными. У нас не было ни разу политики количества обещаний в адрес нашего фондового рынка. Ни разу такого не было. И я думаю, не будет. Поэтому мы, наш рынок, он просто обречен расти только натурально. Без всякого ГМО в виде КУЕ от Центрального банка. И по этому рынку он будет в будущем расти только на притоке иностранного капитала в наш рынок акций. Так что к этому нужно быть просто готовым. Далее S&P 500. Технически я могу сказать следующее. Пробили тренд восходящий 11-летний. Вот. Граница тренда была 2520. Формально, формально в рынок находится медвежья фаза. Знаете, чем факт? Вот я еще раз скажу. Вот еще раз в этом виде напомню. Вот он, этот индекс американцев S&P 500, он подвержен дикой, прям жесткой волатильности, чем наш индекс. Почему? Он радикально вырос. В этом индексе сидит радикальное количество инорезов со всего мира. В РТС, в РТС только предстоит ему вырасти и радикально заседить только иностранным инвесторам. Только предстоит. Ему только суждено на себе пережить. В то время, когда американский индекс на себе тоже пережил все. Поэтому и он падает намного быстрее и больнее, чем наш рынок. Ну и опять же переведу аналогию. Голубая фишка американская компания Boeing в январе стоила 320 долларов, а сейчас 195 долларов. Вот вам сдувание пузыря банально. И сейчас многие акции американские под этот удар и попадают. Точнее попали. Вот. И формально вот что мы видим. Пробитие канала ознаменования медвежьего тренда. Хоть тут деньги и сейчас вливают, но вливают еще раз скажу. Не на поддержание, не на начало нового бычьего тренда, то есть сейчас-то, а на просто удержание от инерционного падения. Центральный банк это делал. Центральный банк Англии, Япония, ЕЦБ и ФРС. Знаете, меня напрягает только другое. Сейчас в рынках радикально лютая паника. Вот. И как вот лично мне показывает практика, вот мой опыт работы на фонде, вот когда такая лютая паника, вот набирать максимальные обороты, начинается разворот, локальный отскок рынков при медвежьем тренде. То есть я не исключаю, что даже рынки могут отскочить в скором времени, потому что паника просто радикальнейшая. Каждый там, не знаю, второй, не знаю, инвестор, просто очкует покупать акции по нынешним ценам. Те же там, к примеру, российские акции, сейчас цены просто по ним охренеть, какие низкие. Но все равно народ боится подбирать. То есть для меня это как бы сигнальчик к тому, то, что, блин, тут может быть реально отскок. И, к примеру, в отскок по S&P 500, если даже он и состоится, я опять же не утверждаю, что он будет, я говорю, как вариант, как вероятность, то он может прийти на 2740 пунктов. То есть вот вам, падение, отскок с дальнейшим походом вниз. Тренд тут медвежий. Далее, пара рубль-доллар. Если вы помните, я еще в декабре приводил данную формацию в импел в долларе. Опять же, я не самоутверждаюсь никак, я просто говорю то, что я говорил ранее. И я подозревал, что может быть вынос отметку снова уровня в 80, потому что тут канал максимально сильно сузился и вынос тот самый произошел. В принципе, давайте сходить из нынешних реалий опять же на нефтяном рынке. Дальнейшее падение рынка, ММВБ, и РТС, и поход валюты вверх будет ознаменован только в том случае, если нефть придет ниже отметки 20 долларов за бочку нефти. Такой сценарий, конечно же, он имеет место быть, он реально имеет место быть. К этому тоже нужно быть готовым. Но, к примеру, покупать валюту сейчас, сейчас, лично я не стал бы. Лично, я опять же, я сейчас за себя. Остальные действия предпринимать уже лично вы сами, как бы это ваш капитал, это уже ваши действия, ваши стратегии. Но я лишь покупать вот валюту по такой цене, честно говоря, не собираюсь. Тем более, тот шаг, к примеру, индекс доллара, он лихо скаканул вверх на фоне дикой паники. То есть, опять же, когда этот индекс доллара постепенно будет разворачиваться вниз, когда будет постепенно нефть укрепляться, то, знаете, в чем факт тут? Факт в другом, то, что купив, условно говоря, по 80 рублей доллар по 80, да, вы можете в нем застрять. Как это сделали многие люди, купившие в 16-м году по 80, там, 85, 86. Они либо в убытках продавали его, либо вы дожались с нынешних значений, отметок, чтобы пройти его хотя бы в без убыток. Тут уже приходится думать реально наперед. И какие-либо поспешные выводы, я считаю, предпринимательные стойки. Если вы, к примеру, покупали там по 60 рублей доллар, там по 65, держать можно. Там ставите стоп-лосс и двигайте по мере роста. Все, идеально. Но покупать его, к примеру, сейчас, это дикий риск. Так что с баксом необходимо быть крайне аккуратным. Далее Газпром. Сейчас перейдем на недельный график, потому что по нему проще всего сориентироваться. Газпром закрылся в предел своего восходящего канала, который берет свое начало с июля 2017 года. То есть, смотрите, что у нас получается? Получилось то, что я вам говорил ранее. Когда акция находится долгое время в боковике, с долгим накоплением, она совершает выстрел. Про торговочку небольшую там с дальнейшей коррекцией уже тестом своего выстрела вниз. У нас был тест это 170 рублей за акцию. Сейчас она туда пришла. И когда будет уже более-менее устаканиваться паника на рынках, Газпром продолжит движение вверх по этому каналу. Такое было с Газпром нефтью, такое было с Россинфтью, такое было со многими другими российскими акциями. То есть, сценарий под ним один и тот же. Как бы технический сценарий один и тот же, фундаментальный. Я вообще про них молчу. Нынешние их отметки в российской компании это просто дно. Это минимум. Это минимум и всех минимумов. Поэтому основной уровень в Газпроме, сейчас я перейду на дневной график, уровень сопротивления довольно весомый и стратегический. Это 190 рублей за акцию. Бывший открытый гэп. Но его уже перекрыли, поэтому этот уровень уже является особо значимым. Также отмечу я и другое. Когда я в Телеграме писал, что вот здесь накопление определенное, небольшое, с дальнейшим выносом вверх, я полагаю, что здесь вот этот вынос еще не завершился. Это накопление еще не завершено. То есть вынос такой локальный произошел. Но знаете, небольшую прибыль маркетмейкеры никогда не будут фиксировать. Такие глобальные маркетмейкеры, скажем так. Там 5-10 рублей, не знаю, например, если брать накопление 165 рублей, к примеру, и продавать там по 185-20 рублей, не, это мало. Они не будут так действовать. Сейчас, например, Газпром закрыл свой утренний гэп пятничный, вот этот гэп, он перекрыт. То есть завтра уже надо смотреть за внешним фоном азиатов, а также на цену фьючерсов США и Европы, потому что в случае их озеленения, скажем так, позитивной торговли на позитивной зоне, положительной зоне, неотрясательной, наш рынок может спокойно пойти и подрасти. И, к примеру, Газпром имеет резон прибыль на 190. Вот где примерно и маркетмейкеры будут свои позиции скидывать. Как показывает практика, они берут более-менее адекватный спекулятивный рост. Технический Газпром все еще остался в своем бычьем канале, поэтому в нем пока еще тренд бычий сохраняется. Фундаментально в Газпроме, скажем так, все пока более-менее в порядке. Но я еще расскажу, что за 20-й год прибыль вероятнее всего будет меньше, чем за 19-й. И есть резон, конечно, предположить, что и дивиденды в 21-м году за 20-й год будут также ниже. Как говорится, рецессия это очень больное время для компании и это больное время необходимо пережить. Для чего? Для того, чтобы потом Тушам и Газпром продать уже по 500 рублей за акцию. То есть, условно говоря, покупать его сейчас, чтобы продать его потом намного дороже, чем он стоит сейчас. Почему? Потому что фундаментальная оценка Газпрома намного выше, чем 270, чем 360 рублей за акцию. Так что и позицию в Газпроме я тоже постепенно набираю. Далее банк ВТБ опять же период на недельный график. В моменте ВТБ ходил на отметку 0,27, 350, ну почти 2,5 копейки. Конечно же ВТБ он перечеркнул весь свой рост, который был с 19-го года, весь этот бычий вынос, к сожалению. Но к счастью, к счастью, что мы видим здесь? Просто идеальные минимумы ВТБ. И исходя уже из стратегии топ-менеджмента компании, они собираются все равно дивиденды выплатить в этом году повышенные по банкам. Но вот тоже мелькала новость с заседания Центрального банка, и Набюлин сказал, что банкам необходимо свои дивиденды сокращать. И еще раз отмечу то, что сокращать не нынешние дивиденды за 19, а будущие дивиденды уже за 20-й год в банках. То есть Сбербанк, к примеру, одобрил дивиденд около 19 рублей за акцию. 18 рублей 70 копеек. Они уже как бы Совет подтвердил. ВТБ та же самая ситуация примерно будет. Сколько там? Сейчас дивидоходность по нынешней сне получается около 13-14%. Они все равно этот дивиденд рано или поздно выплатят вот в этом году и более-менее курсовую разницу ВТБ я думаю поддержат. Тем более ВТБ остался на недельной графике один громадный гэп большой вот в этом диапазоне и его рано или поздно придется закрывать. Поэтому и ВТБ как и в Газпроме еще раз скажу что прибыль скорее всего уменьшится за 20-й год и в 21-м году дивиденды скорее всего будут даже ниже. То есть тут необходимо быть к этому готовым но еще раз отмечу другое что ВТБ это сжатая пружина вот вам месячный график сжатая пружина которая очень скоро разожмется по месячному графику идет формация двойного дна то есть вот донышко и второе донышко рисуется это бычья формация когда на рынках паника устаканится то же самое ВТБ на восстановление рынка он лихо вырастет и это как пример был в 2008 году V-образная формация или например в 2014 году после кризиса V-образная но при этом уже здесь минимумов не будет если уже будут в скором времени большие максимумы и пробитие вот этой верхней границы этого треугольника то есть чего быть того не миновать и стратегически по ВТБ я вижу только цель это в 14 копеек почему потому что такие акции которые долгое время падали 12 лет там к примеру то есть минимумы все выше-выше максимумы все ниже-ниже они так сжимались максимально сильно и потом они выстреливали на ширину вот этого треугольника выстрелы сопутствующие и ВТБ выстрелят это 14 копеек то есть в перспективе лет может 4-5 а может даже и раньше эту цену может ВТБ спокойно показать к этому тоже нужно быть готовым и позиции по ВТБ я тоже мало-помалу подбираю далее Сбербанк переходим на недельный график для более точного ознакомления смотрите Сбербанк сейчас формируется клин и берет он свое начало с 2006 года Сбербанк остается все еще в своем бычьем канале при этом фундаментальной в Сбербанке тоже все хорошо я вот сказал ранее то что в Сбербанке одобрили дивиденды в размере 18 рублей по-моему 70 копеек то есть от нынешней цены это получается где-то около 10-11 процентов годовых вот Сбербанк закрылся на своей скажем так поддержке 195 рублей за акцию Сбербанк так уже первый транш правительство РФ выкупило у Центрального банка это было на предыдущей неделе когда выкупали по 180 рублей за акцию то есть стаканная заявка была мега массивная и мега жирная на ее покупку так что в условиях данного клина когда у стаканится фон верхняя граница этого клина 327 рублей за акцию по Сбербанку туда может спокойно прийти когда вот именно у стаканится внешний фон вот к примеру я не стал бы говорить то что Сбербанк Газпром будут где-то там ниже Сбербанк опять поет на 30 рублей за акцию Газпром опять на 80 рублей за акцию такое сказать не могу почему потому что я в этом очень сильно сомневаюсь экономическая ситуация на нашем рынке на нашей стране она пока она совершенно иная нежели чем была в 2008 году поэтому и основная поддержка у Сбербанка это отметка 170 рубля за акцию и при этом это нижняя граница этого клина так что Сбербанк я считаю есть тоже смысл подбирать но еще раз нужно быть готовым к тому потому что в 20 году в 21 году дивиденды будут ниже намного ниже чем они имеются на сегодняшнем потому что в рецессию все прибыли компании они снижаются это было в 2008 это было в 2014 году и за уже после выхода из рецессии растет именно курсовая разница компании курсовая дивиденды при этом они не растут никак дивиденды только они выросли только по итогам к примеру 21 года в 22 году и там можно вполне резонно выплатить дивиденды может и 20 рублей кто его знает нужно будет смотреть по итогам работы за 21 год далее компания Русгидро по Русгидро мы пришли на стратегическую поддержку это 46 копеек за акцию скажу сразу что я в пятницу Русгидро скинул почему потому что я предпочел скинуть все свои спекулятивные позиции перед выходным почему потому что перед выходными точнее по через выходные приносить свои позиции я не горю желание как говорится лучше там свою прибыль взять в пятницу на таком уже локальном таком внутреннем бычьем тренде а то мало что за выходные может произойти либо позитив либо негатив ну я напомню другое то что стратегически в Русгидро ситуация выглядит следующим образом здесь капитализация вполне реально скоро задернут к одному рублю за акцию но опять же задерк если он и состоится вот если проявление компании не передумало о своих уже мыслях заявлениях то он состоится именно тогда когда устаканится внешний фон на рынках пока ситуация не самая позитивная на текущий момент времени при этом чисто технически на недельном графике мы не видим бычьего поглощения вот этой зеленой свечой вот этой красной свечкой это не бычье поглощение так плевок в лицо при этом тут остался незакрытый гэп до отметки 0.64 и когда устаканится внешний фон да тогда да тогда Русгидр пойдет закрывать все свои незакрытые гэпы а на текущий момент времени мы остановились на сопротивлении 0.055 и пробить его сможем только в случае позитивного внешнего рыночного фона далее компания ЮниПро ну в этой компании тоже все в порядке дивиденды платят под 10% годовых прибыль имеется но эта компания также сбросил в пятницу взяв с нее там 12-13% ну то же самое что я взял с Русгидр там опять же 13% роста с Юнайпера с ЮниПро 13% ну и с каких еще других акций там Руссеть и МТС тоже там взял я довольно неплохой рост спекулятивный вот по ЮниПро ситуация в следующем опять же она закрыта в своем боковике то есть блин говорить о том что компания платит на 4 рубля за акцию пока не приходится вот видите боковик у нее граница верхняя 2.95 нижняя граница 2.26 дивиденды платит она исправна 10-11% годовых вот в такую диапазон грубо говоря это как квази облигация то есть акция находящаяся в своем долгосрочном боковике уже 10 лет с момента выхода на IPO и сама цена она закрылась пятницу на сопротивление 2.47 как и любая другая акция ЮниПро смотрит только вверх но и поет она только вверх когда тогда устаканится внешний фон рыночный если судить чисто по уровням спекулятивным скажем так то самый резон вновь подобрать ЮниПро на отметке 2.25 тем более сейчас мы по дневному графику видим то что здесь формируется такая свеча как крест харами так называемая разворотный паттерн скажем так поэтому тут формирование второго дна вот видите после этого донышка второе вполне резонно и логично ожидать в скором времени поэтому и ЮниПро я буду вновь подбирать наверное даже спекулятивный портфель именно от отметки 2.25 опять же хоть и любая сейчас акция российская перепродана по своим осцилляторам то есть RCI стахастик они все перепроданы но сейчас на рынке с учетом больших объемов на продажу технический анализ он крайне относителен поэтому и поэтому и в данный момент времени все решит именно толпа скажем так куда акции пойти выше и все будет ознаменовано только позитивными ожиданиями на внешнем рыночном фоне далее компания TKK1 тоже электросетевая компания вообще мы видим следующее то что индекс РТС там иные акции они закрылись таким паттерном как молот на недельных графиках своих вот в принципе это молот это паттерн разворота то есть какой-либо технический отскок ожидать в принципе я думаю стоит да по недельному графику TKK1 тоже перепродан фундаментальным им тоже все в порядке дивиенда за 19-й год в 20-м она выплатит более-менее достойной там по-моему 10% годовых в принципе основное сопротивление по TKK1 оно сейчас находится вот на этом уровне нижней верхней границы нисходящего точнее верхней границы треугольника а это отметка 0.001 0.058 слишком много нулей то есть эта компания как и ВТБ если вы помните я ранее говорил что в идеале TKK1 покупать как раз вот на этой границе 0.009850 то есть вот смотрите она вышла из своего канала да она сейчас его тестирует даже приходом опять вот на этот уровень 0.07756 и дальше дальше когда фон утехнет TKK1 будет распределять свой рост именно вверх как Газпром как там ВТБ и прочие другие акции просто сейчас также на этот эмитент давит очень сильно рыночный фон но при этом спекулировать к примеру данными эмитентами я думаю это довольно резонный шанс ну так поднабить свою скажем так прибыль внутри дня ну что в принципе я время от времени делаю опять же лично я и по большому счету на восстановление рынка это аксесс она отыграет свой непременный рост то есть как это было в 2008 году как это было в 2014 году и как это будет уже в 2020 году то есть сценарий здесь будет по сути один и тот же далее компания Россети компания Россети тоже я решил сбросить все таки в пятницу вот тоже взял я с нее примерно рост где-то процентов 12 если я не ошибаюсь так у нас еще тут у нас у нас у нас смотрите у нас поддержка имеется закрытие на сопротивление 1.03 основная стратегическая поддержка здесь это бывшая зона накопления этой акции то есть на отметке 0.96 в принципе в принципе если подбирать Россети на такую долгосрочную дистанцию то самый резонный подбирать как раз на отметке от 0.96 и ниже то есть вплоть до границы вот этого восходящего канала 0.78 вот что в принципе я и хочу еще раз сделать еще раз хочу то же самое сделать почему потому что я понимаю то что хоть впереди у Россети будет доп.эмиссия и вполне вероятно ее будут задергивать выше а на восстановление рынка она имеет шанс вот видите как было здесь например она пошла 0.67 и на восстановление рынка она сходила на отметку 5 рублей то же что пример был в 2014 году на восстановление рынка 43 копеек она сходила на отметку полтора рубля почти за акцию сейчас с Россетями та же самая ситуация поэтому подбирать ее как вариант на долгосрочную перспективу я считаю это довольно разумно тем более министерство финансов оно хочет обязать все дочерние предприятия выплачивать 9 иен на 50% от чистой прибыли вот и в принципе ждем решения по данному законопроекту тем более Россети они собираются в скором времени объединить все свои дочерние предприятия это все МРСК это ФСК это Ленэнерго в себя то есть как бы этот холдинг оборвать и чтобы эти компании были внутри Россетей ФСК есть конечно противится почему потому что это автономная скажем так полусуверенная компания но увы если Россети скажут то они в нее войдут 100% и в данной ситуации это будет довольно позитивный с точки зрения прибыльности скажем так подход потому что все эти предприятия ФСК и Ленэнерго довольно прибыльные МРСК они в какой-то степени прибыльные и убыточные да там сезонность играет тоже свою роль но ФСК ЕС и Ленэнерго довольно прибыльная организация на фоне чего Россети они данную прибыль могут себя и ну всосать скажем так и дальше появиться уже с акционерами так что Россети они довольно хороши и интересны от покупки 1.96 и ниже далее компания Северсталь в формацию двойная вершина Северсталь уже отыграла и закрылась она на отметке 812 рублей за акцию то есть смотрите в чем факт после рецессии первыми будут восстанавливаться именно металлурги когда Северсталь уже будет пробивать свою отметку 905 и фиксироваться в новую вот эту границу своего бывшего боковика 905-1100 то можно уже говорить смело то что рецессия подходит к своему завершению потому что металлурги они за рецессию выходят именно первые всегда первые выходят они первые рецессию впадают да падают туда же сигнал уже был к началу рецессии как раз рецессии конца 19-го года они как говорится первые впадают и первые за рецессии мировой выходит так что в самой Северстале ситуация довольно положительная в том учете что фундаментально компания позитивная ну и скажу еще раз то что сейчас они проходят капитальные затраты и когда они завершатся это будет 22-23 год все деньги будут направиться на дивиденды а дивиденды в этом по учете они очень сильно вырастут и что также подстегнет капитализацию компании в рост то есть условно говоря отметку 2000 рублей за акцию можем спокойно увидеть в ближайшие несколько лет 22500 все тут сказать больше нечего по Северстале сейчас самый смысл подбирать эти позиции любого российского эмитента потому что сейчас рецессия в мире она совершенно иного характера чем были они ранее то есть я ранее говорил то что любой кризис он отличается друг от друга поэтому и российские компании в принципе есть резон мало-помалу подкупать ну и Северстале на то же самое в своем графике перепродано по РСИ и стокастику вот и она закрылась на своей поддержке она заточила сопротивление 818 рублей за акцию то есть смотрите как откупили радикально сильно от нижней границы восходящего канала я тоже небольшие покупки делал по Северстале на отметке 785 790 просто там несколько лотов я прикупил тоже и по большому счету от этой нижней границы опять же при этом нисходящего канала можем увидеть довольно неплохой отскок к отметке 905 снова опять же это в рамках коррекционного отскока вверх по данному эмитенту опять же в случае позитивной ситуации на фондовых рынках далее башнеф башнеф тоже на неделю графики шикарно закрыл себя на поддержке 1197 1185 она пришла на поддержку 1064 отсюда начали радикально откупать шипом но также в башнеф имеются гэпы раз два по-моему где тут по-моему тут третий где-то находится и она эти гэпы будут в скором время закрывать я напомню еще раз то что гэпы это маячки для спекулянтов такие на которых функционируют инвестиционные идеи хоть часы башнеф она пробила свой бывший восходящий канал но при этом исходя из ее дивдоходности а именно то что башкирия все-таки дивиденды требуют от башнеф увеличить и как минимум предварительно сейчас дивиденды в башнеф составляют 164 рубля за акцию а это примерно 11-13% годовых у меня лично башнеф она в портфеле имеется и как мы видим сейчас на предыдущие пару торговых сессий восстановились именно нефтяники в первую очередь почему потому что они радикально падали это что касается лукойла к примеру тоже видите он упал на 3,5 тысячи рублей за акцию и радикально он восстановился потом это что касается Татнефти на текущей перспективе времени тоже она радикально упала и в основном тем более в Татнефти имеется также незакрытый гэп и Татнефть она также вернул свой глобальный бычий канал вот здесь где основание было 464 рубля за акцию но при этом в Татнефти мы видим то что дивиденды татарстан требует с нее и Татнефть она сколько раз говорила они готовы даже брать дивиденды в долг ну то есть им брать кредит на выплат дивидендов конечно это в какой-то степени позитивно для акционеров но для компаний это негативно почему-то даже долговая нагрузка будет расти в Лукойле к примеру дивиденды будут рекордные за 2019 год что в принципе капитализацию более-менее на своем уровне поддержки будет остаться незакрытый гэп вот здесь до отметки 5500 рублей за акцию и этот гэп в скором времени будет закрываться в Газпромнефть я тоже позицию по нему имею тоже имеется незакрытый гэп вот здесь вот да имеется на недельном графике дикая перепродность и главный плюс сейчас нефтяников в том то что они более-менее стабильно закрываются конечно вышла тоже информация о том что нефтяники требуют от центрального банка понизить курс рубля в дальнейшем чтобы компенсировать все потери которые находятся на нефтяном рынке то есть из-за падения цены на нефть посмотрим как центральный банк на это отреагирует потому что сейчас курс рубля все-таки держат перед 22 апреля вот но еще раз скажу то что за 20-й год доходы нефтяников они упадут это 100% и эти доходы будут ниже чем за 19-й год далее компания ТМК по компании ТМК тоже вышла очень интересная новость о том что Альфа-банк выкупил 10% акций компании ТМК также выходило очень много левых новостей по теме того что ТМК банкрот там Тинькофф банк выпустил свою тут гребаную новость там зазывает ну в чем прикол Тинькофф банк находится под Альфа-банком и Альфа-банку по сути было просто выгодно это сделать и вот Альфа-банк он теперь является одним из акционеров данного эмитента ТМК ну в ТМК тоже будут дивиденды в скором времени я думаю они будут выплачены в более-менее адекватном формате вот основной выход из данного треугольника вот локальный треугольник ТМК уже отыграл к сожалению на общей внешней волатильности негативном фоне был выстрел вниз почему потому что рынки они люто падали вот ТМК я тоже сейчас в своем портфеле имею как говорится я понимаю то что он рано или поздно все равно будет стоить 75-85 а то и 100 рублей за акцию поэтому до лучших времен я его все-таки попридержу и даже в случае прихода ТМК на уровень 2008 года там 28 рублей там 25 рублей за акцию я его там буду конкретно выкупать увеличиваю долю в портфеле данного эмитента почему потому что данный эмитент довольно интересная и довольно рентабельная контора далее компания магнит по магнитам мы знаем одно что сейчас ажиотаж среди потреб сектора в магните мы видим паттерн молот на дневке и здесь уже можно говорить о том что здесь будет определенная степень коррекция вниз как минимум на поддержку 2610 рублей за акцию с целью теста данного выстрела тут главный фактор еще раз заключается в том что пошел ажиотаж да за первый квартал у ритейлеров будет прибыль довольно рентабельная высокая что у детского мира что у магнита что там у пятерки что у ленты но это все кратковременный фактор почему потому что это все продажи были на ажиотаже будут ли такие продажи у них там за будущий квартал это вопрос я думаю что такого не будет поэтому это все кратковременный эффект ну тем более сейчас магнит закрыл свой гэп что является позитивом так что по магниту самое идеальное ждать входа в данный имитент хотя бы по отметке 2610 ну и дальше свои действия можете сами предпринимать далее компания МТС по компании МТС я тоже свою позицию скинул вот ну фундаментально сама компания все в порядке давайте посмотрим на месячный график здесь тоже вот формируется треугольник я скажу сразу что МТС все таки компания она телекомовская и как минимум как минимум в скором времени там ближайшие несколько лет компания должна показать свои будущие исторические максимум то есть пробить даже сопротивление на отметке 372 рубля за акцию почему потому что МТС это довольно ликвидное и в какой-то степени даже недооцененная компания прибыль высокая с дивидендами компания щедрится акционеров она акционерам она их выплачивает байбэки тоже на время от времени проводит так что в этом имитенте все более-менее стабильно ну закрыть у нас произошло на отметке у сопротивления 280 то есть видите пробили и начались потом продажи большие у нас остался незакрытый гэп на отметке на отметке сейчас на отметке 265 рублей за акцию в принципе даже здесь я МТС наверное еще раз выкуплю по 265 на закрытие данного гэпа все-таки позиция МТС так или иначе необходимо в своем портфеле я считаю иметь далее компания ГМК но он тут тоже опузырялся он сдулся при желанной отметке 14 тысяч рублей почему потому что Палладий тоже сдулся там тоже был пузырь сейчас пузыри они вообще везде были сейчас могу что сдулось и в идеале все-таки исходя из ГМК все-таки в идеале его нужно брать от 14 даже от 15 тысяч и ниже почему потому что автомобильные продажи в мире упали в связи с рецессией в мире экономические издержки коронавируса и продажи упали продажи ГМК это не только там связано с Палладием но и с его другими скажем так составляющими источниками которые переходят на сектор автобизнеса а продажи повторяюсь упали то есть на этом фоне тоже прибыль ГМК она может немного скорректироваться за 20 год в целом далее компания детский мир детский мир в идеале вот скажу еще раз в идеале подбирает на отметке 75 рублей за акцию довольно весомая поддержка куда мы пришли опять и цена оттолкнулась опять же на общем паническом ажиотаже со стороны населения то есть побежали покупать по более дешевым ценам ну толпа у нас мыслит естественно по тому аспекту что доллар вырос все вырастет все снова подорожает ну в принципе такое может быть и будет поэтому толпа побежала закупаться впрок в самом детском мире все в порядке там в нем сидят все еще фонды это американские британские которые покупали его на СПО в октябре ноябре 2019 года по 90 рублей за акцию компания в самом перспективном магазине с вами так же как и магнит открывает везде тем самым она нивелирует своей выручкой то есть выручка постепенно наращивается так что в самой организации все более-менее стабильно далее Тинькофф Банк ну Тинькофф Банк это стало меньше Говнюков Банк почему потому что вот та ситуация которая была с ТМК она меня мягко говоря немножко разозлила почему потому что я в адрес Тинькофф Банка все-таки более-менее как говорится испытывал такие вот нормальные отношения то есть это не как на БКС не как на этот сраный финам почему потому что эти организации они зазывают ну и в итоге Тинькофф Банк он тоже зазвал людей продавать этот ТМК и многие люди потом скинули мне тоже потом сообщили приходили мол типа ТМК банкрот там типа кто-то даже скинул этот ТМК но кто-то скинул потом уже пожалели вот в Тинькофф Банке тоже ситуация более-менее нормальная прибыль растет то растет все растет сейчас правда банк тоже полудар попадает Тинькофф Банк он на следующей неделе проведет дивидендную отсечку будет выплачен дивиденд в размере 2% если я не ошибаюсь годовых вот так что дивидендная доходность точнее дивиденд выплаты в этой организации постепенно будут наращиваться то есть постепенно будут выплачивать так что в этом Тинькофф Банке все более-менее стабильно далее компания Вион Вион это похороны как говорит один из наших подписчиков да я с ним согласен полностью почему я с ним согласен потому что рынок на Вион так же как на все другие имитенты повлиял негативно то есть СНП падал рынок падал все падало и Вион пришел торговаться на новый свой диапазон 1.30 Дефис 2.18 новый его эшелон вообще компания Вион это компания Билайн и в этом точнее даже не компания Билайн это группа компаний куда входит Билайн Киевстар это украинский главный оператор там казахстанский оператор пакистанский индусский оператор вот входит в эту компанию Вион Вионе главный акционер это Альфа Банк я что-то не думал что Альфа Банк будет скидывать все свои позиции потому что я тоже пошел какой-то ажиотаж некий кипиш Вионе типа Вион банкрот Виону конец Виону попец господа паниковать не надо почему потому что я еще раз говорю вот если вы к примеру крупный акцедержатель какого-либо например вы там Михаил Фридман вы глава Альфа Банка вы что будете сейчас скидывать Вион по 1.34 что ли о я в этом жутко сомневаюсь по 1.34 это маловероятно тем более второй момент в импелком еще раз напомню собирается выводить на ММВБ проводить листинг своего имитента в импелком на ММВБ и на Лондонскую биржу вот в принципе если такое произойдет это поистину скажете на Вионе как на дополнительном притоке ликвидности то есть денег так что Вион я в принципе держу там у меня позиция конечно по Виону она небольшая она там некоторые вообще брали там по 30% и у меня задается вопрос нафига так брать столько 30% у меня там вообще в Вионе там сколько 6% всего лишь вот и но я держу я держу я держу и не дергаюсь все-таки основная выручка Виона она производится через Билайн но и через Украину Киевстар это Билайн и Киевстар отсюда Виона получает тоже свою справедливую как говорится годовую доходность но и в принципе самим Вионом все не так-то и плохо главное в этом моменте времени не паниковать и как говорится держать хвост трубой вроде так говорится поэтому лично я не паникую я российские акции равномерно подкупаю в первую очередь голубые фишки высоко ликвидные но это первый второй эшелон вот и уже собираю позиции на ближайшие года на ближайшие несколько лет почему потому что я понимаю еще раз что индекс РТС может прийти на отметку 2500-3000 пунктов как говорится чему быть того не миновать почему я так думаю я уже обоснул в предыдущем видео и в начале этого видео в принципе на этом все благодарю за внимание и до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...